Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с Пашей вышли погулять по нашему маленькому городку И сегодня я вам расскажу про этот город Покажу, что тут есть интересного Надеюсь, что вам понравится наша мини-экскурсия Паша слишком высокий, я не могу одновременно снимать и себя, и его Ну ладно А мы через несколько лет зайдем на наш YouTube-канал Посмотрим это видео, вспомним, где мы жили и будем ностальгировать Единственное, что здесь в городе Дублин очень ветрено Причем довольно часто такая погода Поэтому, возможно, что будут какие-то помехи со звуком Но я надеюсь, что все будет нормально Я немножко расскажу про историю этого города Это город Дублин, он находится в штате Калифорния До Сан-Франциско тут минут 30 езды на автомобиле, в общем-то Но мы туда сейчас не ездим, потому что карантин Это небольшой городок и называется он так же, как и столица Ирландии И это не просто так, этот город был основан как раз людьми, которые прибыли в Америку из Ирландии И вообще большинство населения, по крайней мере, раньше, это были именно ирландцы И поэтому здесь куча ирландских пабов И здесь по всему городу можно увидеть символы четырехлистного зеленого клевера Что является, насколько я знаю, геральдическим символом Ирландии Или города Дублин в Ирландии Здесь скоро праздник по всей стране, День независимости И по традиции на этот праздник люди запускают фейерверки, делают салюты И здесь по всему городу стоят магазинчики с фаерворками, то есть с фейерверками И каждый может их здесь себе купить В общем-то, Даблин не очень большой городок Я думаю, что пешком его, ну, половину города точно можно обойти за пару часов И живет здесь около 70 тысяч человек, это не так-то много Хотя для американского саберба это, наверное, много Ужасно ветреная погода Я выбрала просто идеальный день для видеосъемки Но это единственный выходной у меня, поэтому только сегодня могу записывать Сорян Еще здесь очень много всяких кафешек и ресторанов Просто любой кухни Очень много азиатской кухни, китайской, японской, корейской, вьетнамской Естественно, мексиканская Но то, что корейской кухни здесь очень много, это мне нравится больше всего Вот, кстати, очень классный ресторан Мы здесь заказывали как-то жареные крылышки и блинчик по-корейски Карантин заканчивается, рестораны потихоньку открываются И теперь в него можно наконец-то прийти Сразу една Америка, страна автомобиля Одни парковки кругом Вот так вот Даже ресторан стоит прямо напротив парковки Кстати, я очень хочу сходить в этот ресторан Он так аутентично выглядит, как будто он тут уже лет 300 стоит Это мексиканская кухня Ребята, я надела маску Потому что карантин еще не до конца закончился И мы пока везде ходим в масках И сейчас мы пойдем в одно место, которое мне так сильно нравится Это место называется Garden Market То есть это рынок, где продаются всякие разные растения, деревья, зелень И ты можешь это купить и посадить у себя в горшочке где-то Либо съесть это, либо посадить на заднем дворе Вот, там так красиво Сейчас мы туда зайдем, и я вам все покажу А еще здесь продаются всякие деревья Яблони, какие-то персики, гранаты И это можно купить и посадить у себя на заднем дворе И у тебя потом будут фрукты и всякие ягоды на деревьях расти Я всегда хотела у себя какой-нибудь кактус на столе рабочем держать Из-за сильного ветра тут попадали все деревья Виноград Здесь цитрусовые Кстати, что примечательно Здесь у многих американцев во дворах растут лимонные деревья Потому что Калифорния просто создана для многих видов цитруса И американцы просто их не едят Они, не знаю, видимо, привыкли, что еда только в магазинах продается Кто-то ест, кто-то не хочет Кто-то ест, но просто все русские, мне кажется, которые здесь живут Они спокойно это могут есть Но американцы не всегда Елочки все попадали из-за ветра Можно купить себе елочку маленькую домой Химчистка Да, вот что прикольно Здесь очень популярны химчистки И то есть люди, например, если им нужно постирать и выгладить костюм Они не занимаются этим сами Я считаю, что это правильно Не знаю Лично у меня нет утюга И я как бы прекрасно живу без него Если мне захочется прямо какое-то надеть шикарное платье Которое нужно отглаживать Я не буду этим заниматься сама Я, скорее всего, воспользуюсь помощью профессионалов Вообще здесь очень много плат То есть торговых площадей по всему городу Причем они все рядом друг с другом находятся Тут куча кафешек Каких-то, не знаю, танцевальных классов Магазинов Вот тут, например, есть магазин музыкальных товаров Там мы купили мне недавно укулеле Здесь же можно брать уроки музыки Очень много маленьких бизнесов И они все, в общем-то, прекрасно выживают Даже вот как-то карантин прошел И я не заметила, чтобы прямо очень много этих маленьких ресторанчиков Магазинчиков закрылось Вроде бы все практически остались на месте Знаете, чему я еще очень сильно рада? Потому что у нас открылся, наконец-то, после карантина Каток, ледовая арена И можно пойти туда кататься Когда-то на занятиях английским Здесь уже в Америке, в школе английского Наша преподавательница спрашивала нас Умеем ли мы кататься на коньках? Я сказала да А еще я сказала, что это вообще очень популярное развлечение в России И что практически каждый там Ребенок и взрослый умеет кататься на коньках Ну не практически, но половина точно умеет И она так удивилась, потому что в Америке Это не очень популярное развлечение Но каток здесь все-таки есть И я очень хочу на него сходить А еще Даблин, а точнее Дублин Очень такой pet-friendly городок Как в принципе многие самербы здесь в Калифорнии И вообще американцы, мне кажется, такие собачники все Тут очень много людей с собаками И в Даблине, вот у нас в округе Есть целых три магазина Или места по уходу за животными Ну то есть там делают все И груминг, и купить можно что-то для них Мы с вами зашли в частный сектор города Дублин Да, блин, если говорить на английском Тут очень миленькие домики Вот в той части города, где живем мы Там в основном апартмент-комплекс И апартмент-комплексы все выглядят Ну, больше похоже на отели В общем А здесь так уютненько Миленькие домики с красивыми двориками И сейчас мы все это посмотрим Ю-ху! Мы ездили на новогодние каникулы в Техас К Пашиным дяде с тетей в гости И они живут как раз в доме Вот тоже в таком вот частном секторе И мне так понравился стиль жизни в доме Что ты можешь выйти спокойно на задний двор Там покушать, например, позаниматься спортом А если у тебя домашние животные То им намного комфортнее жить в доме Чем в квартире Поэтому мы думаем когда-нибудь Приобрести себе дом все-таки Очень у многих здесь, кстати На заднем дворе Либо на фронт-ярде Стоят баскетбольные кольца Наверное, дети Если у кого-то есть, то они играют Да, ветер здесь, конечно, дикий Возможно, потому что мы окружены со всех сторон горами Холмиками Кстати, здесь очень много мест, где можно похайкать Ну, то есть походить по холмам По горам, если можно их так назвать Вот мы на прошлых выходных гоняли на хайкинг И там очень красивые пейзажи, конечно И самое удивительное, что это все Вот буквально в 15 минутах езды на машине Вот это дорога, вдоль которой мы сейчас идем Вот этот вот хайвей Это исторический хайвей Называется Линкольн хайвей И вообще сейчас мы с вами приближаемся К настоящему историческому центру нашего города И говорят, ну не говорят, а так и есть Вот именно в этом месте город Дублин был основан Это исторический парк И раньше на месте этого парка была ферма Ферма семьи основателей, можно сказать, этого города И сейчас некоторые здания, которые были на территории этой фермы Они до сих пор сохранены Я думаю, в первозданном виде Ну, возможно, их как-то реставрировали Но выглядят они, в общем-то, так же, как они выглядели до этого В конце 19 века Даже в середине Да Ну, естественно, что сейчас в этих зданиях уже никто не живет Это просто историческая ценность И теперь это все музей Здесь до сих пор сохранились их орудия труда Которыми они там пахали землю А еще здесь есть историческое кладбище На котором хоронили и до сих пор хоронят людей Которые внесли свой вклад в развитие, в основание этого города Здание, которое сзади меня находится Это самая первая школа в городе Дублин Сейчас там находится просто музей И от этой школы там осталась только одна парта Но заходить я внутрь не буду Так как, скорее всего, там еще все закрыто из-за карантина Да и у меня не исторический ютуб-канал Но сам факт того, что здание до сих пор сохранилось И там сделали музей Это очень круто А это церковь, которая находится в городе Дублин Еще с момента основания этого города 1860 год А сзади меня находится, судя по всему, это офис Известная калифорнийская компания, которая производит молочные продукты Мы постоянно покупаем их масло, сыры Кстати, очень вкусные А это первый магазин города Даблин Еще немного дублинских пейзажей Это пустырь Здесь живут белочки и бурундуки, но сейчас их нет Конец Обалденный японский ресторан Амакара Практически всегда был заполнен до карантина Но теперь они только на пикап работают И даже на Тайкау здесь очень много людей постоянно В очереди какие-то тусуются Классное место Там очень вкусные нудлс И стейк У нас тут прямо рядом с домом Рядом с нашим апартмент-комплексом Буквально через дорогу находится все, что вам нужно Для жизни в Калифорнии Магазин оружия И салон Тесла Мы зашли домой, взяли покрывало и корзинку И сейчас пойдем в соседний городок Посидим там в парке Это город Плезантон Он находится у нас буквально вот через железнодорожные пути Да, тут дойти минут, наверное, 10 до этого парка И мы там уже частые гости Нам там нравится Там классный газончик Постоянно какие-то люди тусуются Пикники устраивают, играют там в админтон Во фризби А еще я заплела косички Потому что после нашей прогулки по ветреному Дублину Мои волосы превратились во что-то нерасчесываемое Здесь рядом со станцией Барта Местного метро В Плезантоне никого нет Здесь просто пустота Мы сначала подумали, когда первый раз сюда пришли Что все из-за карантина Но даже сейчас, когда карантин уже, в общем-то, заканчивается И у нас в городе уже ходят толпы народу Здесь, в Плезантоне, все еще пустота И мы, в общем-то, решили, что все потому, что В этой зоне больше именно офисных пространств Здесь пустота, но мы все равно стоим и ждем, пока загорится сигнал перехода Вообще, знаете, очень хорошо, что у нас есть этот парк рядом с домом Потому что это единственное наше развлечение на карантине Гулять просто где-то, сидеть в парках Потому что все закрыто и скучно У нас еще, помимо прочего, нет автомобиля и прав И мы не можем поехать, куда мы захотим А в общественном транспорте как-то неохота ездить во время карантина Поэтому спасаемся нашими уютными парками, которые рядом с домом Вот, в общем-то, мы и пришли в наш парк любимый Вот такой там казончик Люди гуляют, собачки бегают Спасибо всем большое за просмотр этого видео Надеюсь, что вам понравился наш городок и наша экскурсия Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны на него И увидимся с вами в следующем видео Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok